Еще задаюсь вопросом, так ли не прав Иов, когда считал, что для Бога нет разницы праведник или злодей. Скорби для всех. Скорби могут быть для всех. Что говорить по этому поводу? Уже приводил этот пример. Еврейские могут все говорить, если ты находишься в каких-то скорбях, прежде всего проверь свои действия. Если ты не находишь ничего в себе, проверь нерадивость. Там в оригинале стоит проверь, бетуль, тура, нерадивость к изучению Тора. Проверь нерадивость к исполнению Запада. Понимаешь, где-то ты лень, тебя за лень наказывал. Если ты не нашел в себе и лени, и нерадивости, кто тогда считает, что это страдание любви, что Бог наказывает тебя для того, чтобы подготовить к чему-то большему, к чему-то дальше. Ну как, представьте себе, мальчика, который ползет, мама показывает ему погремушку. Мама может, конечно, поднести ему погремушку и дать ему эту погремушку, но не надо, чтобы он дополз. И поэтому вот он ползет ему, он высовывает язык, он сопит, но маме надо, чтобы он дополз. Такие же страдания тоже бывают, да, в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok